Хоккейный клуб «Салават Юлаев» был основан в 1961 году, а первых медалей пришлось ждать чуть менее 40 лет. После завоевания трех бронзовых наград в конце 90-х болельщики ждали золота, и по прошествии десятка лет мечты имели шансы воплотиться в реальности. Я думаю, что в этом году Уфа будет одним из претендентов на самые высокие места в чемпионате страны. Перед началом сезона 2007-2008 состав уфимской команды пополнили вернувшиеся из-за океана Олег Твердовский, Александр Пережогин и Андрей Таратухин. А из Казани в столицу Башкортостана перебрались Виталий Прошкин, Алексей Терещенко и Александр Еременко, которые оказались на первых ролях в противостоянии с Акбарсом. Влились уже игроки, будем говорить, серьезные, которые уже были чемпионами, и команда подобралась такая боевая, способная, то есть, будем говорить, весь клуб сработал на пять. В регулярном чемпионате уфимцы не испытали особых проблем и с большим отрывом заняли первое место. В плей-офф Салават легко прошел Амур и Северсталь, а принципиальный полуфинал с соседом Казанским Акбарсом носил значение заочного финала, в котором юлаевцы оказались сильнее в четырех упорных матчах. Дальше команду Сергея Михалева ждал Ярославский локомотив по всем законам жанра. Для выявления победителя понадобилось пять матчей. И заветный кубок над своими головами подняли именно наши хоккеисты. Мы рады этой победе. Мы к ней долго шли. Мы весь сезон были лидеры. Я очень рад, что мы принесли у всей Башкирии золотые медали. Просто я очень счастлив. Это золото стало первым для клуба и во многом плацдармом для завоевания Кубка Гагарина в дальнейшем. Ценность чемпионства еще и в том, что оно состоялось в год 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. А еще тогда розыгрыш наград в Суперлиге проводился в последний раз. Уже осенью 2008 года взяла старт Континентальная хоккейная лига. Подробнее о первом чемпионстве Салавата Юлаева в воспоминаниях современников расскажем в вечернем выпуске новостей. Лилия Шафикова, Иван Муральский, Фарид Хананов. Столичные новости.